друзья всех приветствую сегодняшняя серия о мото и не только поехали пацаны снимают сегодня у нас прям так одна машина и бдд куча мотоциклистов давайте я вам поясню что у нас здесь смеется я уже третий дубль записывает в общем у нас сегодня акция в память о погибших мотоциклистах мотоклуб ворон организатор мы прокатимся небольшой колонной вот почтим память и потом будет литургия где-то церкви в общем все по порядку пока есть возможность протянем все чаем водителям память о том что нужно смотреть так все друзья заводимся возможно я не успею снять потому что я комиссар который будет перекрывать дорогу попросили ух тут целая история с построением да народу много подъехали здесь в селе к храму на площади перед и к но маленькие нюансы клубные ребята построим этот субботник попросил молодежь вы приберитесь короче и вся молодежь и рассосалась давай 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 получилось не организовать пацанов давай то больше соберет того на мостике сходская сейчас сейчас я субботнику тут устроил молодежи просто давай все пацаны ребята пофоткались и классно но красота приятно же макаренко короче на детей здесь не хватает еще и фотосессия не тут праздник здесь мы заканчиваем сейчас я со своим адвокатом по до свиданья если что это друзья вот мой адвокат который помогает мне уже не были по двум делам это на тему что до мотоциклисты и мы помогаем друг дружке друзья вот теперь по мото теме да смотрите я думаю многие из вас ну как сказать смотря на то как я реагирую на те или иные трудности в своей жизни да я счастлив я счастлив улыбаюсь и с улыбкой смотрю на какие-то возникающие проблемы я сейчас вам объясню почему моя философия жизни такая 22 октября 2006 года у меня считается второй день рождения я в тот момент попал в аварию причем там последствия как рассказывали очевидцы как это все было у меня было более чем достаточно вариантов да в лучшем случае десяток раз там умереть и в лучшем случае конечно останется коллег потому что там моя спина и черепаха резала там резалась черепаха рейлингами водоотводом на семерке по моему была там машина то есть любое движение какое-то чуть-чуть еще вот пластиков не хватило и началась бы резаться моя плоть уже именно нервы позвоночные страшно да ну вот но вот это дтп она заставила меня полностью радикально пересмотреть свое миропонимание до этого 2006 года честно у меня как у всех мне кажется здорово была осенняя депрессия весенняя радость зимняя грусть там и все остальное вот после этой дтп чтобы не приходил происходило в моей жизни да я радуюсь всему но я не событиям радуюсь радуюсь событиям меня могут огорчать конечно но я радуюсь каждой секунде которой я живу и живу здоровый вот поэтому вот мотоциклы да они с детства меня научились сначала не унывать потому что ну всегда мне было весело а уже в осознанной моей жизни мотоцикл да он показал мне что цени жизнь цени каждую секунду своей жизни вы скажете типа ты на дтп попал на мотоцикле да и типа продолжаешь ездить и все остальное в том и дело друзья у меня не родился страх мотоцикла а именно эта ситуация мой образ жизни до этой ситуации и мой образ жизни после этой ситуации они мне показали что это был замысел это был такой вот замысел можете называть богом вселенной законом но это был замысел вот я всем вам желаю чтобы конечно вас так не испытывали и как-то другим более безболезненным способом вы осознали что нужно радоваться каждый и пожалуйста делайте сами добро вот вокруг себя и когда у вас есть такая возможность нам привлечь помощника привлекайте тоже для того чтобы делать вокруг себя хорошо вы можете сказать когда ты дом достроишь ребят вот в том и дело понимаете для себя я всегда могу это сделать я не хочу тратить свою жизнь на то что ну я не оценю у меня был дом я строил его вкладывал в него деньги мало того что он сгорел за пять минут плюс еще меня там пытались морально давить что это не мой дома якобы мне его построили да там ну это отдельная история то есть понимаете я не привязываюсь к материальным да материальные блага в том числе вот дом закрывает да сверху не капать снизу не дует тепло уютно но из чего он будет этот дом как он будет выглядеть пока пока для меня второстепенно но при этом прогресс не стоит на месте все это развивается и все остальное так что на пенсии на пенсии я буду заниматься обустройством дома да будет у меня высокая пенсия а сейчас пока я делаю то что я хочу я хочу кататься на мотоцикле я хочу быть счастливым я хочу помогать людям приобретать энергию там где ее нету вот в общем я делаю все то чего я хочу и расстраиваю часто людей когда они делают то чего хотят они почему-то думают что я должен это делать я ответственный человек но говорю всем кому я должен особенно не хорошим людям всем я им все прощаю вот такое видео философское немножко развлекательное поучительное используйте альтернативу да скоро будет вот про этот ветрячок видео все тест окончены есть энергетические показатели так что ждите